Добрый день, уважаемые! Очередное видео для вас. Естественно, для повышения вашей, как говорится, ценности в развитии человодства. Вы будете более развитые, более значимым человодом со временем, который сможет давать советы другим. Ну и естественно, и вам будет удобно применить эти знания на пасеке вашей, и вы будете более успешны. Итак, называется статейка «Пчеловодство за рубежом. Пение маток». Я прочитаю, не все пчеловоды, я сам долгое время пчеловодом, но не часто слышал пение маток. Ну, в данный момент живу в Южном штате, Южная Каролина, в США. Очень часто помогаю людям, и прихожу часто, слышу пение даже на улице. Настолько у меня слух обострился, они поют так. Проходишь мимо, ага, вот здесь уже с этой семьи, или семья вылетела, или собралась вылетать. Моментально, говорю, открывай, сейчас будем смотреть, тут куча маточников, и матка где-то бегает, уже песни поет. Итак, друзья, послушаем, что это такое, весьма интересная вещь. Известно, что пчелиная матка может издавать особый звук, называемый пением матки. Это пение представляет собой один перерывистый, или ряд следующих, один за другим, довольно резких звуков, произвольно продолжительностью. При спокойной обстановке его можно услышать через двойные стенки уля на расстоянии 6 метров и даже больше. Ну, как я вам сказал, что я, уже имея опыт, уже проходя по пасеке, могу услышать вот на таком расстоянии пение маток, и сразу прислушиваясь, подошел, ага, вот это уля, вот это семья, срочно смотрю. Это важно, очень важно для всех пчеловодов. Почему? Если человек не реагирует на это и не слышит ничего, естественно, он потом ищет, где второй вышел, с какой семьи, где она находится. То есть, это создает проблему для вас и для ваших пчел. Вы не можете своевременно отыскать эту семью, но когда вы услышали, то это дает возможность вам быстро решить все проблемы на пасеке, что дает вам успех в пчеловодстве. Начинаем дальше. Пение матки сильнее шума, производимое целой семьей в нескольких десятков тысяч чел. Оно отчасти напоминает треск кузнечика, звук трепещущих крыльев, задевающих сравнительно твердую преграду, или звук духового музыкального инструмента, что часто вводило в заблуждение многих исследователей, пытавшихся объяснить его происхождение. Естественно, когда я поднимал рамку, я слышу, открыл улик, смотрю, матки не вижу, слышу где-то ке-ке-ке-ке-ке-ке-ке-ке-ке. Вот приблизительно такой звук. Ке-ке-ке-ке-ке-ке-ке-ке-ке. Вот, я беру рамку, слышу, поднял рамку, на этой рамке, все, значит я смотрю, смотрю, она бегает, она припадает к ячейке, прижимает крылышки, и как бы в ячейку вроде бы, кто-то говорит, не в ячейку, но вот так вот, такое создаётся видимость, что она в ячейку, как в барабан, или как в бочку, так что-то ке-ке-ке-ке-ке-ке-ке-ке. Вот так вот говорит. То есть очень быстро можно найти. Читаем дальше. Много различных предложений было высказано по поводу причин, вызывающих пение матки, и способа, каким она производит этот звук. Ниже мы приводим выдержки из статьи английского следователя Вудса, опубликованного в журналах номер 10, 11, Be Word, то есть это «Пчелиный мир» переводится, это журналы в то время издавались, сейчас не знаю. В ней изложены наблюдения прежних исследователей и самого автора, проверчивого большую работу по изучению данного вопроса и теории, дающая, по его мнению, единственное исчерпывающее объяснение выживка самого явления. Из многочисленных опытов, проделанных им с целью определения стимула, побуждающего матку к пению, приведём следующее. Ну тут несколько вариантов, которые он предложил, мы зачитаем. При смене маток старую матку помещали в клеточку сразу после того, как по почте была получена новая матка. И обе клеточки ставили рядом на близком расстоянии. В таких случаях новая матка начинала усиленно петь, старая же никогда не пела. Если же обе клеточки вносили в тёплую комнату и ставили на расстоянии 0,5 см одну от другой, молодая матка сразу начинала петь и продолжала в течение нескольких часов, легко издавая по 50-60 отдельных звуков подряд. Второй случай. При покупке маток их обычно доставляют в связанных между собой клеточках. При этом можно услышать усиленное пение, которое легко остановить, поместив клеточки на сквозняк в холодную комнату. Третий случай. Когда он заметил пение. Иногда можно видеть маток, ползающих по соту и не реагирующих друг на другу. Это происходит в тех случаях, когда между ними есть достаточное расстояние, а также при низкой температуре или сквозняке. Что я наблюдал, приехав к одному другу. У него было 3 или 4 корпуса, многокорпусные улики стояли. И пчелы было достаточно. Стал я в него проверять. Смотрю, нашли матку молодую, бегает. Ну, отставили 3 рамочки. Смотрим дальше. Еще одна матка бегает. Отставляем еще 3 рамочки. Пчелы было достаточно, до 3 корпусов. Смотрим третий корпус. Там еще матка бегает. Отставляем еще 3 рамочки. С матками, естественно, оставили маточники. Смотрим еще. Еще матка бегает. Ну, проверили все тщательно. Осталась одна матка. Ну, оставили уже там эту матку. И так у нас получилось 3 отводка и семья еще с большим количеством пчел. И такое бывает. Матки в смежных маточниках с общим запахом не перекликаются пением. Но они сразу начинают петь, если внутри или поблизости одного из маточников появится еще одна неплодная матка. Это обычно при раении. При раении пчелы не дают маткам выйти. Они сидят на маточниках, которые уже почти открыты. Такая окантовочка, как на снаряде беленькая. И они их припечатывают и сидят, не дают матке головой вытолкнуть. Одна матка бегает и говорит всем остальным, а те перекликаются, как с бочки. И не дают им выйти. То есть, вот это пение маток. Сегодня мы рассказываем о пении маток. И если выпустить маток, они начинают драться или создается ситуация типа роевой, как говорится. Читаем дальше. Это четвертый был случай. Пятый случай такой. В тех случаях, когда первый рой упущен и остальная часть роя выходит из гнезда, обследование оставшейся семьи обнаруживает в ней взрылые маточники. Можно взять один из таких маточников на ладонь и наблюдать вылупление матки, после которого матка обычно немедленно взлетает, кружится несколько раз, а затем возвращается и отдыхает на открытой ладони. Ну, это он такие опыты производил. Естественно, если вы хотите, чтобы матка не взлетела, то вы не доводите ее до такой степени, чтобы она взлетела. Вот. Но бывает не всякие взлетают. Некоторые взлетают, некоторые нет. Но если как только она взлетит в воздух, закрыть открытую ладонь другой с согнутой чашечкой ладонью и таким способом согреть маточник, вернувшаяся матка обнаружит возбуждение, идущее от него запахом начнет петь и бросаться на свой собственный маточник. Вот такую информацию передал человек. Вот проводил такие опыты. Если при указанном выше обследовании оставшиеся из семьи неплодные матки бегают по соту, как я уже рассказывал, их иногда бывает очень трудно увидеть. Но если взять маточник, размять его в руке и провести затем этой рукой близко перед сотом, на расстоянии 5 сантиметров от последнего, Молодая неплодная матка, девственная, начинает петь и этим обнаружит себя, после чего ее можно легко поймать. Вот такие вот навыки пчеловоду передает человек. Не все пчеловоды это знают. Этот пчеловод проводил опыт, эксперименты. Если плодную матку оставить на короткое время в чистой клеточке, а затем вынуть оттуда и на ее место поместить какую-либо другую матку, то последняя придет в возбуждение и начнет петь. На основании многих подобных опытов автор пришел к убеждению, что единственным стимулом, побуждающим матку к пению, является запах другой матки. Если же у маток нет запаха при сквозняке, то даже самый близкий контакт не вызывает у последних пение, а наоборот пение может быть усилено посредством тепла. Итак, друзья, вот до этого места я прочитал за пением маток. Я думаю, что вам интересно, понравилось, что есть такой эффект при разведении пчел, что вы должны знать, как использовать это положение. Ну, что еще, читая другие статьи, я заметил, что если посадить матку в ту клеточку, где была старая матка, которую вы хотели заменить, то ее более эффектно принимают пчелы. То есть она как бы приобретает тот же самый запах в той клеточке, где она сидела. И часто бывает, когда вытащат матку из клеточки, положат в клеточку, то пчелы все равно налазят на эту клеточку, и они там держатся стайкой, так сказать, группой, и этот запах их притягивает. Итак, возьмите во внимание, это, возможно, поможет вам и даже при подсадке маток, и при отыскивании, когда вам придется встретиться с роем. Обычно это происходит пение маток, когда выходят у вас раи. Итак, это вам поможет быстренько поймать маток, которые можно будет потом отставить, как я уже сказал, и сделать отводки. Прочитаем еще небольшие несколько статей для интересной статейки. Это первая статейка такого порядка. Кукуруза и пчелы. Ну, все знают, что кукуруза дает много пыльцы. И вот тут небольшая статейка. Существуют разноречивые мнения среди пчеловодов относительно кукурузы, как источника сбора меда. Но если бы она действительно давала много нектара, то сбор меда с нее был бы огромный, как кукуруза обычно культивируется у нас на больших площадях. Тем не менее, пчелы посещают кукурузу в большом количестве. И иногда над кукурузным полем слышится такой гул пчел, будто они находят здесь обильный взяток нектара. На самом деле, тщательное наблюдение показывает, что пчелы собирают с кукурузы только пыльцу. И она является важным источником пыльцевого взятка. Хочу отметить, добавить от себя к этой ситуации. Сейчас кукуруза есть гибридная, гемеосная, от которой страдают пчелы. Эта пыльца не годится для пчел. И пчелы часто, ну как говорится, вымирают. Поэтому старайтесь знать, где они берут. То есть, какого сорта посеяна возле вашего уточка, пасеки кукуруза. Если кукуруза нормальная, то все нормально. Если кукуруза ненормальная, вы будете иметь проблему с вашими пчелами. Постарайтесь убрать их подальше. Правда, иногда пчелы добывают с кукурузы с сахаристую жидкость. Но это либо пать, выделяемая в обильном количестве тлей, либо, естественно, выделение сладкого растительного сока у основания листьев. Вот такое предположение за кукурузу, друзья. То, что она хороший пыльциноз, это всем известно. Читаем еще немножко, пару статейчек для нашего, так сказать, кругозора. Пчелиный рой в зарослях кустарника. Весь октябрь прошлого года в нашей местности был сырым. Почти каждый день шел дождь или снег. Стояли сильные туманы. Только в ноябре наступили морозы. Лед на реке 16 ноября достигал 20 сантиметров. Это первый день охоты на пушного зверя. Это в то время он описывал, не знаю, как сейчас. Я с четырьмя товарищами-охотниками отправился в лес, который называется Ребницей. В лесу мы присели отдохнуть. Вдруг один из охотников заметил в густой чаще, в мелких зарослях, в шагах в 30-40, что-то похожее на соломенную шляпу. Когда мы приблизились, то обнаружили 6 сотов примерно в 30 сантиметров длиной и 20 сантиметров шириной каждый, прикрепленные к веточкам молодого деревца. А в середине их находился клуб пчел в спокойном состоянии. Я был сильно удивлен нормальной жизнью пчел на открытом воздухе при такой ненастной погоде. Вероятно, еще летом сюда привился рой и построил в себя гнездо. Мы оставили пчел в их положении и после охоты вернулись домой. Я чувствовал большую усталость. Все же поужинав, взял фонарь, секатор и отправился за пчелами. А путь был не близкий, километров 5. На дворе было темно, шел дождь со снежными крупинками. Когда я подошел к цели, спрятал фонарь в зарослях и стал тихонько обрысать веточки около сотов. Пчелы почуяли опасность, забеспокоились, а те, которые попали на мою одежду, тут же замерзали. Тихонько обрезав веточки с боков всех сотов, я обернул гнездо марлей и приступил к скреске веточек сверху. То есть с боков обрезал, а потом сверху. Свою находку величиной с ведро принес домой. В начале пути пчелы волновались, а потом успокоились. На ночь пчел оставил в нежилой прохладной комнате. На следующий день посадил пчел в улей на 4 рамки с медом. Плотно вставил между ними отстроенные роем соты, в которых также находилось около килограмма меда. Всю зиму пчелы чувствовали себя хорошо. Рано весной они сделали облет и семейка была сохранена. Вот интересный случай, возможно вам пригодится в вашей жизни. И еще один интересный случай, маленький. На 12 метровой высоте, так называется случай этот. В июле 1959 года, находясь в тайге, я случайно нашел пчел, которые жили в дупле толстой лиственницы на высоте 12 метров. Когда спилили дерево, оказалось, что дупло имело в диаметре 40 сантиметров, а в длину 7 метров с двумя отверстиями наружу. Одно в верхней части дупла, другое в нижней. Пчелы располагались в верхней части дупла, занимали около половины его, то есть это 3,5 метра. Остальная часть дупла пустовала. В гнезде оказалось 31 килограмм меда. Семья была средней силы. Когда из дупла вырезали соды, пчелы поднялись в воздух и очень долго кружили на уровне ранее находившего летка на 12 метровой высоте. Не найдя гнезда, они уже к вечеру собрались возле спилинного дупла, где их и собрали. Вот такая вот маленькая статейка для вашего, так сказать, кругозора. Итак, дорогие друзья, на этом буду заканчивать. Если вы желаете поставить лайк, поставьте. Все-таки я стараюсь подать вам интересную информацию, разносортную, для вашего пчеловодного возраста и понимания, как заниматься с пчелами. До встречи, до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok